так вам видно да видно так я еще раз переспрошу вас у нас все записывается выставляется в интернет вы не против все слушаю вас пожалуйста не слышно ничего погромче графончик вот так лучше читали библию нашли два места значит в одном месте это получается от 1 послание коринфянам глава 11 не сама ли природа учит вас что если муж растит волосы то это бесчестье для него читаем теперь левит значит глава 11 книга левит 19 клик книга левит не еда не стригите головы вашей кругом и не портите края бороды твоей не стригите головы головы вашей кругом и не портите края бороды бороды твоей вот и у нас тут с разночтение возникли как тут не стригите головы вашей кругом а здесь говорится не сама ли природа учит вас если муж растит волосы то это бесчестье для него вопрос закончен да да какая длинная волос должна быть не знаю не пишет до этого есть определенные нормы у церкви на это тоже есть законы никаким образом волосы не даже у мужчины касается плеч их нужно обрезать лучше всего как вот под бокс вот мы смотрим изображение на иконах святого яна златоуста николы чудотворца какая у них стрижка вот это примерно так и есть что длинные волосы вот как у яна кронштадтского это не более 200 лет пошло этого не было вообще не было даже во времена никона и аввакума еще говорится растрига растрига то есть они оставляли танзура как у себя только а это надо было постригать а просто к делу потом применить так вот когда у левит говорится главное слово кругом почему кругом а вот у них здесь на висках оставляют песи называется длинные они стригут их везде а песи это как бы не относится к этому а спрашивается для чего они этот вопрос не задается потому что это повеление божие повеление божие не объясняются а что почему обрезать именно обрезание что это дает символы есть отвержение плотской нечистоты у нас допустим пояс но и люди некоторые не носят я сегодня разговаривал 103 раза в библии говорится о ношении пояса 103 а чтобы не носить ни одного и однако не носят разные причины находят а почему это символ припаяшьтесь истинною это истине говорит и так было всегда тем более у русских это национальные обычаи и так голову стричь необходимо потому что это мужчина ли сама ли природа учит но иудейское что о песнях это касалось только иудеев и тут понятно было находит объяснение такое объяснение не дается раз она не дается в библии поэтому смотрят исторические факты евреи встречались с иноземцами не только днем но и ночью и поэтому они определяли своих и чужих вот там говорится не засевай поля двумя там разными не запрягай разными там верблюда с лошадью там козулю на покрывали должны быть кисточки это все было для чистоты другого ничего в этом не заключено вот у нас в армии было обязательно где голова там пришивалась беленькая с надписью чтобы к ногам ты не поворачивал ее сегодня ноги завтра голова и вот песни это они могли узнать свой или чужой даже во время когда подбирали раненых на фронте а это мог сделать враг мог но это не в один день это не просто так вот я как бы маленькие вкрапления хочу сделать есть такая газета щит и меч это главная милицейская газета страны российской федерации и вот там висе беседовали когда с мусульманами там шахидов готовят и говорят но вот вы здесь рядом с израилем палестинцы а могут к вам израильтяне как-то ну обычно вживаются там а потом передают он говорит нет ни одного случая не было почему он выявится сразу и начинает говорить наш распорядок они не потянут мы только три раза ночью встаем на молитву три раза и поэтому он говорит будет такой же как бы или сойдет с ума два варианта больше нету вот интересно что такой же как вы это понятно почему сойдет с ума график пять раз намаз совершают днем и три раза ночью потянем и русские нет вот у нас например это установлено если написано давид говорит семикратно в день прославляю тебя семикратно сто восемнадцатый столом сто шестьдесят четвертый стих семикратно в день и англатауз говорит при множестве государственных забот он находил время семь раз стать на молитву а что такое один раз но тут не написано мы сами для себя избрали это три святое 100 поклонов это примерно 7 10 минут и не менее семи раз а я пенсионер у меня бывает по 18 раз в день у тебя совершенно другой настрой другие мысли идут голос меняется все и вот мусульмане это поняли нам надо присмотреться как у людей как у израиля было так вот я говорю о молитве сейчас если другие думали подделаться под эти песни они ли с ума сойдут или будут такие же в один день этого не было объявляли войну ну какие у кого нету а на фронте они это узнавали потому что ночью заканчивалась битва подбирали раненых и они легко определяли своих и чужих я пейси увидел когда ничего о библии не знал в бане увидел еврея в городской бане раньше не был глупый ходил такие бани я увидел и не понял почему так а русские ничего не понимают сегодня ну показывает они крутые как говорят мальчишки сзади везде пострижено а сзади на затылке насмешка пейси что означает они сами евреи не могут ответить только распознавать мы так примем на это и поэтому никаких длинных волос у них не было это не считалось это повеление божие а повеление это как на заре он не несет это и мертвому прикосновения не делала его не ставила в ущербную сторону но если он был на зарей дал обет на зарейство на определенное время ну женщина там дала обет на 5 лет но в конце этого срока умер у нее отец и она к нему прикоснулась и 5 лет пропала пропала она начала снова и опять умер у нее ребенок она снова прикоснулась потому что нельзя было не прикоснуться и снова 5 лет она 15 лет за один обед и так и здесь вот эти пейси они навсегда давались для евреев но есть те которые были по обету по обету когда остригали волосы и апостол павел на себя взял эти издержки так что евреи стригли волосы а те волосы которые по обету на зарейство не стриглись они остригались когда заканчивался обет на зарейство а в новом завете она как раз это и подтвердило но уже мы не относимся к еврейскому народу и потому отдельные части церковь установила как у семена солунского все это в новой скрижали что к нам перешло что нет бороду не трогать начинают теперь мудровать а вот а борода а усы там не написано про усы а бакенбарды это все к бороде относятся и волос по-другому вьется и вот так так что здесь никакого противоречия нет ответ закончен я как-то не почувствовал как бы однозначности так вот я просто смотрю священники они с длинными волосами и многие люди мужчины отращивают волоса в основном верующие что значит по кругу я так не понял не стригите волоса по кругу кругом означает кругом они одно место круг не заканчивался раньше называлось у русских под горшок надевают они горшок и стригут вот у него есть то есть кругом не стриги оставь пейси то есть целиком волосы остригай там остриги а песни не трогай сегодня священники что там они зачем нам смотреть на это когда прямое повеление бесчестишь свою голову бесчестишь остриги посмотрите патриарх как там иларион алфеев другие какие у них волосы ничего нет и никто за это не притесняет у меня брат протоирей не вопрос вопрос не притеснения вопрос правильность какой-то раз там описывается как-то в ветхом и новом завете я объяснил ветхозавет не одном прямо и вот волос должен быть острижен бесчестия если вам это все равно ну тогда и разговора нет никакой бесчестия да и бесчестия доход волосы края бороды а им полбороды там слугом остригли они были очень обесчищены один и дочь якова когда я изнасиловал там и мор сын схема была только обесчищен то есть это хуже изнасилование бороде не прикасаться ни одной волосины у нас и в армии служат правда на альтернативной основе работают в государственных органах учителя и никто не стрижет бороду а если он постриг у нас был там глухонимым два года соглашенными стоял у нас все правила соблюдаются до единого и никакого труда нету это мы делаем по любви к богу нашему к соборам что святые отцы все это указали нам волосы должны быть острижены это не моя прихоть это апостол павел сказал а женщина это знак подчиненности вместо покрывала это не означает что не должно быть покрывало это гала гостя для черепа волос сверху еще и платком накрывается и поэтому женщина без платка нигде не должна быть потому что если молятся с непокрытой головой бесчестит голову свою и поэтому они везде без платков это означает нигде не молятся мод ездили с благовестнической миссии три года мы прошли мы в барнауле живем прошли от владивостока находки прошли до лиссабона и все государства захватили турцию прошли скандинавию прибалтику шесть мусульманских республик трижды в чечне были у меня автор 38 книг и в каждой библиотеке где были мы с этой миссии ехали дарили сначала книги там забрасываем центр россии а потом еженедельно возвращались и загружали 25 полных комплектов брали и вот как заезжаешь в эти республики ингушетия там алания дагестан резко отличается хотя не в российской федерации а уж в турции вошли глаза не нарадуются как они одеты целомудренно ни на жару ни на что не смотрят старый идет и она такая молодые идут катит коляску муж и также я такие видела в владивостоке вот шейхи мол и мама они смотрят за свои пасту а у нас совершенно не глядят и только учатся в семинаре академии для одного учиться чтобы оправдать любое беззаконие любое нарушение закона больше не для чего они ничего не знают я с ними слишком много знаюсь они все каноны попы попрали архиереи боятся друг друга я просто все время общаюсь с ними они страха божия совершенно не имеют ложь у них это совершенно нормальная крестят как попало венцы не надевает люди не венчанные причащают подряд все семь тайн искажены до основания а что делать плакать только можем молиться патриарху говорить а он сам кверх ногами ребенка держит волу голову мочит снимки поставили позор а что за это правило гласит апостольская 50 извергать сана они должны быть извергнуты а раз они не извергнуты скверна в состоят у престола поэтому садом вот поэтому голубое лобби как андрей кураев пишет она начинается с малого не почти отца а как не почти на соборах 7 вселенских девять поместных общее число было примерно 1570 епископов и какой-то сегодняшний кгбшник он отменяет это да это безумие полное второй вселенский собор 6 вселенский второе правило говорит это были трубы духа святого нам это не тягостно повторяю наша барнаульская крестовозвиженская община не допускает нарушения ни одного из 719 правил ни одного у меня было на меня нападали священники когда ехал дорогой собрались специально судить а мы узнали вы тоже нарушаете буду рад услышать а как и нарушаем даже не догадаешься как а написано с евреем в бане не мыться яграя не хожу в баню заразу зачем мне ходить то мы вообще не ходим у нас баня своя и кто приезжает я начальник детского лагеря имея медицинскую справку не было видеть и кожных заболеваний потом когда я доказал что не хожу они второе написано не ходи в корчму с евреем заели с папой зажировались да я не хожу мы с братом как-то задержались в городе зима мы купили батон переломили его сели на скамейку в снег макнем поедим снег макнем поели пошли в другом месте напали а написано горит когда пойдешь застан возьми лопатку чтобы зарыть испражнения потому что посреди вас ходит господь вот видите а вы так далеко ездили ночевали в лесополосах я говорю что ну лопатку я сфотографирован с ней у нас была лопатка саперная и это должность делать туалет на мне было я сам взял я делал а зарывал другой и мы уезжаем ни один следователь не найдет где мы были после нас ни одной кожурки ни одной бумажки не остается нигде но худо-бедно 117 тысяч километров трижды вокруг земного шара проехали это что-то значит нету если ты желаешь при том мы делаем это не из-за страха какого-то что там кто там гринпис нас захватит мы делаем по любви к богу который дал этот устав он заповедал и не потому что кто-то наступит а потому что посреди вас ходит господь я это все время должен понимать среди нас господь и как бы счета не сделать не так чтобы во всем прославился мой господь которого я очень люблю и слова его святую библию ну короче мне надо стричь сюда да нужно стричь хорошо насколько я напомню у илариона святой иларион вот присказкой великий допустим антони великий там иларион великий таких святых отцов за 2000 лет было только 17 и там описывается его устав какой был но они в пустыне были но раз в году полностью снимали волосы вот и все это так и было ничего в этом нет они в пустыне там не каждый день можно было это делать ну пока я слушал вас я напомнил мои давнешние знакомства это лет 15 назад а может даже и больше с божьим законом так называлась это такая толстая книга церкви я купил православной и я начал ее читать и подчеркивать но там даже как бы я не скажу что я был там такой вот тогда но даже на тот мой взгляд этот божий закон весь слыл на мнениях там таки просто так и писал их жаль у меня ну как бы нет я ее долго хранил эту книгу как бы может был бы случай с кем-нибудь побеседовать на так и не получилось я ее где-то оставил эту книгу мне стыдно как-то стало когда христос говорит о том что нельзя следовать как там правилам человеческим да вот божьим надо следовать и вот это вся божий закон новый такой он был на мнениях вот и эти мнения как-то вот непредметно получается но просто вы мне напомнили мое вот это знакомство меня был очень разочарован что не не принят даже ни одной ссылки на библию никаких никаких вот там все такая толстая книга писалась у меня вопрос конкретный вот сейчас про минору я открыл как-то флаг флаг израиля флаг израиля знаменуется миноры и это же минора находится у христианской церкви православной тоже символом основным как бы вот таким я задался вопрос сначала странно мне показалось как так ветхозавет на ветхий завет минора и флаг израильский вдруг это у нас церквях минора используется вот я я задумался что это вам отвечать нужно да дело в общем слово семя означает божья полнота так попутно сказать вот спрашивают а вот разные религии с разные народа есть что-то общее есть только три пункта которые одинаковы совершенно одинаковые у всех начиная с дикарей кончая последними первое все абсолютно верят что был потоп вот полинезии где-то были куда там этот хер дал плавал на своем ра и ведь там нашел людей которые вообще не если не имеют никакого отношения с большим миром и они верят был потоп и там на лодке кто-то спас они не знают потеряли все второе и это вот более странно еще более странное у всех народности существует свой календарь например у инков вот там вот даже более точный чем вот григорянский тоже сегодня знают но в разное время начинался новый год а неделя у всех семидневная неделя у всех у буддистов и исламистов абсолютно у всех и в египте в древнем вот это тоже необъяснимо объяснимо то что они передавали из поколения в потому что мафусаил там ноя от ноя распрились и хам и сим и афет они это слышали и третье одинаково всех существует вера в то что за свои дела человек после смерти получает там подземная река плывет там какой египтян было у греков или что-то но грешник будет мучиться праведнику будет хорошо то есть вы вы говорите что это совпадение нет я говорю это общее что есть даже не совпадение это не совпадение это сохранена от истоков это я не думаю так что этот истоков потому что ставит как ветхозаветные людей до сих пор не приняли христа это раз а христианская церковь она основана и протестантская церковь сейчас минуточку я вот скажу свой довод она основана на 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 христианстве а христа до сих пор иудейство не приняло у меня знакомые были израиле они говорят ахристос мол тим да это вот так махают на на христа говорят что это типа так мелочь это вот именно вот эти идеи они до сих пор не приняли христа и вдруг я в церкви в алтаре вижу минору минора который ознаменуется на флаге израиля я задумался сильно честно вам скажу я подумал либо провокация какая-то либо откуда минора перешла в этот в христианскую церковь я не думаю гонения были церковь христа не было с минорой это я вам даже не как не историк скажу церковь христа не было с минорой целка церковь христа было в катакомбах 200 лет гонимая даже больше откуда минора взялась у нас ну давайте еврейская минора знают подождите минуточку а еще еще я на куполе церкви часто видел треугольник с глазом прямо вот на 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 куполе внутри я увидел масонский глаз вот треугольники внутри глаз типа знаменующий бога это было в лану де церкви христианской ну смысле православной вот так на куполе это странно странно почему минора вдруг оказалось у у христиан у христиан которые не признаны я хочу вам ответить вы меня тут пожалуйста остановили у вас есть что записать ручку возьмите я скажу откуда то взято хорошо пишу да откровение 1 глава 12 стих да я обратился чтобы увидеть чей голос говоришь со мною и обратившись увидел 7 золотых светильников да я это знаю 13 и посреди 7 светильников подобного сыну человеческом обрещенного в парфир в падир и по персям опоясан золотым поясом то есть вот откуда это взято слово 7 я чего начал что это полнота не нас по ним поймите это это как это знак а это знак вы понимаете семен я только говорю вам минора споры я исподнил я забыл предупредить я никогда не спорю если спросили я сейчас отвечу вы не приняли с меня снято это я говорю откуда вы вопрос задали я отвечаю взятое священное писание цифра 7 она наполняет все стороны жизни всех людей мира хотят не хотят я молитв издалека начал я не спорю и я не спорю потому что вы правы в цифра 7 да знаменуется но здесь речь о знаке идет о самом знаке нас не касается мы полностью имеем все на еврейском слове которое открыто великое преимущество быть иудеем ибо им вере на слово божие а мы от них его приняли и поэтому нас из 7 светильников которые есть особенно у православных и там что есть начиная служение у нас оттуда взято с процентов на 70 ничего нет почему потому что тогда скажите мне тогда вы вот и более компетентно с каких пор христианство приняло облачение вот такое вот первое христианство она не имела таких церквей она не имела такой позолотые вообще не имела что-то подобно церковь это было собрание людей они собирались перво христиане собирались где попадя где их ну укрываясь где-то там упашек было было гонение не было такого когда произошло перенимание из я я так заметил я немножко изучал значит и иудейскую как бы ветхозаветную часть и там вот эти предметы культа эти предметы культа сейчас находится в православной и католической церкви когда перешел это где это было в каком веке мы знаем определенно абсолютно точно от симеона солунского если у вас есть желание постарайтесь его книгу зарядить семена солунского объяснение и еще профессорска болинович это большая книга примерно тысячу страниц с рисунками лучше литературу просто трудно найти будет там полный дается ответ в каком году но иногда век бывает иногда даже от и до допустим со 2 по 4 век не сохранилась данных он так так и пишет когда петров пост появился вот мы узнаем только из литературы которой мы доверяем если не доверяем значит ответа вообще никакого нету это мы знаем определенная щетка было уже в начале в конце первого века в конце уже и игнати богоносец антиохийский епископ который был стравлен львам при кажется трояне императоре это тот ребенок который христос брал на колени таковых и царство небесное сказал он уже в епископском облачении а вот сказать а все ли сразу нет не все постепенно и петрахиль появилась после петрахиль который вот священник накрывает где-то знаю знаю много это описывает александр мень он все это вместе суммировал это было обыкновенное полотенце утираться от жары а потом сделался сакральным предметом по апостол павел пишет говорит тимопею не забудь принести мою филонь филоня это плащ а сегодня филоня так как раз с крестами одежда без которой служить нельзя поручи вот эти священник окружен буквально этими предметами которые он не знает откуда они пришли но мы православные у меня присказка всегда я православный вопрос снят я это все принял почему потому что мне это не повредит изменять я не буду это не это невозможно и это главное главное нам быть в духе святом вопрос не изменил крещение духом святым и быть движимым духом святым центральная мысль который выразился рафим царовский стяжание духа святого вопрос как бы не не то что неприятие но настораживает некоторые вещи и пойти понимаешь что ты ну что то не так зачем масонские глаз рисовать треугольный с глазом зачем нужен не нужен но как раз это всемогущество божие показывается его употребляет масоны он на одном долларе изображен не ну да но мы получили икону икона мы относимся к русской православной зарубежной церкви которая приняла акт о каноническом общении к нам патриарший епископ и приезжает служит у нас все заодно теперь идет вот но икона оттуда из жардан вилле и вдруг я вижу там шестиконечная звезда на иконе я присмотрелся действительно так сказал батюшки мы эту же икону сняли у нас своя художница и она так искусно сделала как надо но у нас была еврейка она не была членом общины но она крещена и причащалась фаина соломоновна как она взыграла у них это еврейская свое это знаете какой-то нибудь но про еврея что плохо не говорил и тут шестиконечная я говорю у нас символ другой восьмиконечная она никакой роли не играет но масонский знак пятиконечная звезда а израиль сионизм шестиконечный друг она на иконе на нашей успокойся она не может успокоиться ну да древние сказали древние то с насколько я знаю сказали древние китайцы что миром правят образы может быть кого-то правят у нас то никакого значения не имеют относительно флага вы впереди сказали флаг я не знаю вы знаете это или нет я был моряком я знал все флаги мира государств который имеет выход к морю вот и скажу что наш российский триколор красный-голубой это божественный флаг такого не было и не будет никогда он один на все времена для всех национальности для всех конфессии это божественный флаг это проповедь я еще раз говорю ничего подобного никому не создать а почему потому что заключает заключается земля и небо а именно ну первая полоса от рядом стоят мусульмане со мной я много с мусульманами встречался там доме мулы ночевали беседовали в интернете все выставлено вот скажите у вас женщины рожают в крови ну а как по-другому то беззакония защиты ну все понятно и у нас тоже его теперь как поэт мискевич говорит земля пропитана от коры до центра крови вот она первая полоса все в крови все кровь вторая написано помышляйте о горнем а не о земном вот поэтому у священника у того была какая говорит красная нить это свидетельство распятия христа голубая нить о небесном происхождении его небесный дух святой сошел и третья полоса никто не объяснит никогда это 20 глава откровения написано и видел я великий белый престол от лица которого бежало небо и земля и вот эта белая полоса займет все побежит синий и красный этого ничего не будет мы увидим христа какой он есть поэтому от отображения земного у людей есть там звезды штаты и допустим поперек полосы стоят человек так не движется он вот так движется и поэтому полоса у нас вот так идут нам отпустил господь разделил две части одна часть дается для рождения и смерти вторая что все время помышляли о небесном синее небо меня так манит знаю что там мой спаситель христос все в этом мире в красном бесследно канет в небе на белом не будет мести угроз я начальник детского лагеря 40 уже два года я детям разворачиваем наш флаг и у нас он в трапезной везде и показом это божественный это не человеческий флаг это непрерывная проповедь и особая милость божия что такой флаг именно нам дан без всяких там двуглавых этих птиц и прочего никаких минор ничего на нем не должно быть это божественная проповедь согласно слова божия в таком же порядке мы родились и помышляем все время о горнем дальше не подняться и дальше душа уходит суд божий великий белый престол если первые два соглашаются а третье мусульмане говорят а почему белые у нас написано у вас не написано у нас святая библия об этом говорит откровение 20 глава 24 стих вот так симеон согласен красивый у нас флаг и заложен глубокий смысл я я тоже так думаю его не делали с кондачка его вдумчиво делали этот флаг а может быть даже из каким-то нечеловеческим предвидением он был почти похожий у парижан потом очень похожи очень похожи был торговый флаг россия россия раньше но теперь это убрали они даже этого не понимает сами не знаю этого и написано каяфа когда шел суд и говорит вы ни о чем не подумайте что лучше чтобы один умер за всех нежели за него все погибать вот и сказал горит не сам но будущее на тот год первосвященником бог взял его губы язык и сказал а он даже не поняла того но да и наше иисусе сладчайший умер за нас есть такое да давайте вот насчет изображения это тоже та тема которая наверное все время будоражит умы людей и я тоже допустим никак не могу понять читаю исход глава 20 не делай себе кумира никакого изображения того что на небе наверху и на того что на земле внизу и того что в воде ниже земли не поклоняйся им и не служи им не поклоняйся и не служи никакому изображению прокомментируйте прокомментируйте почему все падают и поклоняются целуют и все прочее я отвечаю уже сразу вам да да понимаете вот вы видимо где-то встречались уже с сектантами вы знаете я не сектантскую книжку читаю я читаю исход глава 20 и она также проповедуется в пропославной церкви симеон дело в том что все сектанты все все до одного они имеют у себя три главная порока первое не не знают писание они писание знают библию хуже православных даже а те вообще ничего не знают дальше и вот в незнании писания матфея 22 глава 29 сих заблуждаетесь не зная писания не силы божии как раз господь говорил о писании когда нового завета не было она матфея первая книга нового завета появится через пять лет только после вознесения иисуса христа и вот заблуждение все от незнания писания и силы божии это определенно но в чем дело да дело в том что вы исхода не 20 глав а больше а в 25 главе дело и все одинаково сектанты они не знают это второе они не церковь у них нет рукоположения и третье тысячелетнее царство они ждут а она идет они не знают три момента по которым сектанта сразу можно определить я вам сейчас течение ну десяти минут докажу что они не правы а правы православные скажите я много лет преподавал в разных университетах в школах милиции но я уже знаю это кажется чего подойти я показываю вот смотрите не сделал изображение что на небе двоеточие начну называйте все называют друга дополняет все выскажут ну на небе облака я пишу облака на небе солнце луна звезды все ну вода пары там их не видно так ангелы архатгелы хирургии сарафима еще что бог все закончилось ничего больше нет значит вот то что мы написали бог сказал не делай того что на небе верху потом будем внизу разбирать согласно согласно теперь смотрите 25 главы считаем бог говорит сделай по образу который я показал тебе который ты видел на горе то есть этот проект строительства храмового скинии он взят с неба на небе это на небе хирургии есть есть и на земле они должны быть хирургии сделай двух хирургии из золота крылья их распростер то ни один сектант не считаю до 20 главе и засохли но это же одна и та же книга почему 25 не читаете дальше я задаю вопрос я не быстро говорю для вас не не нормально я тороплюсь я я одновременно я одновременно читаю исход главу 15 и вас слушаю 134 псалом 44 исайя вот все там говорится об идолах а здесь говорится о том что на небе определенно на небе я спрашиваю дальше скажите а вот христос приходил в храм и сказал домой дома молитва наречется это о каком храме сказал о каком соломоновом ягра 2 паралипоменон 25 глава говорит что он был разрушенного ходоносором они в тупик становится они библию не знают соломонова храма уже не было 650 лет но а какой же там был храм не знает какой зарававелев запишите где языки или 41 глава 17 стих вам если не трудно вы можете сейчас даже открыть или я открою прочитаю я могу я не знаю или 41 глава 17 стих вот теперь я считаю а вы следите за этим господь показывает как сделать сделать храм когда они были в плену второй храм тот первый был соломонов это второй сделать так дверные брусь и решетчатые окна и боковые комнаты кругом во всех трех ярусах против порогов обшиты деревом и от пола по окна окна были закрыты они должны были так сделать распределение божие так дальше отверх дверей как внутри храма так и снаружи и по всей стене кругом внутри снаружи были резные изображения изображения по греческий икон это повеление иконы сделать это прямое божье повеление и христос пришел в этот храм во второй он называется за рававелев и там иисусе с и деков священник строили это агея описывает книга пророка агея христос пришел в храм который полон был икон от пола до потолка снаружи и внутри икон это икон изображение если не делать херувимов что на небе не дело а тут повеление значит там имелось ввиду идолов не делай и не поклоняйся им не об иконах речь шла а почему левит 10 глава 10 сих не вопрос вопрос подождите я хочу вопрос не противостояния иконе вопрос истины что что означалось и поэтому я сейчас поясняю поясняю как раз левит 10 глава 10 стих вы где-то черкните себе потом обратите внимание левит 10 глава 10 стих ну я могу считать могу вам привести на память я просто открою чтобы абсолютно точно прочитать 10 глава 10 стих так чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое чистого вот все которые иконы не имеют все протестанты они не отличают имидал икона иконы идолы а то что такое святотатство это вторая глава 22 стих кремлянам говорит гнушаясь идолов святотатствуешь гнушаясь идолов и ты правильно делаешь а икона называешь идолами святотацию точно от них от них святость украдешь это в новом завете уже говорится и господь говорит дом мой дом мой и он наречется дома молитвы дальше ну так это в ветхом завете зачем это так уже примитивно мыслить когда говорят что такое секта это узор взгляда на истину ответ вот я считаю деяние 3 глава 3 2 глава говорится о сошествии духа святого что уже были получили люди крещение духом святым а уже в третьей главе говорится пётр и иоанн шли вместе в храм сейчас молитвы 9 если это здание было с идолами то они пошли в капище но они называют его дом молитвы в час молитвы 9 уже крещенные духом святым апостолы шли в храм и апостол павел молился мы считаем об этом но не в одной главе даже написано об этом значит ходили да были это идолами нет иконы это не идолы это определенно вопрос стоит 2 ну что не а там же вот у вас иконы дака у вас там изображение не только херувимов о божьей матери у вас там и никола чудотворец апостолы говорим у нас по образу небесного до христа все люди шли преисподнюю до христа где это написано ну где читаемая книга бытие когда якову сказали что иосиф погиб он грыз с пищалию сойду к сыну моему в преисподнюю преисподнюю все до единого люди шли в преисподнюю первый в раю разбойник оказался ныне будешь со мной в раю до христа никто не был там все пророки были в преисподних местах не вместе мучения авраам и видит богача богач видит авраама авраам на лоне это сказать лазер на лоне авраамовым это место упокоения но у них называлась там шоул по-еврейски шоул что это за шоул но по описанию как понимают пророка исаи это понятно они видели люди с престолов поднимаются разговаривают мыслят примем за основу так вот на небе никого не было а теперь когда умирает человек он идет господу а дух идет господу люди идут на небо и увидел говорит господа стоящего десную когда стефана побивали прими дух мой это они все говорили теперь люди верующие христиане когда они находятся в церкви не в секте они после смерти сразу идут господу а потом будет еще там мытарство и про проходит это отдельная строка так значит мы изображаем теперь то что есть а тогда этого не было облики святых там дева мария находится до святые там да откуда это известно но опять же если не знаете можно даже записать запишите послание к евреям откуда мы это узнаем к евреям двенадцатая глава до читаем 23 стих но 22 просчитаем но вы это новый завет приступили горе сиону как бога живого к небесному иерусалиму и тьмам ангелов спрашивается как мы приступили когда мы находимся на земле молитвах молитвы больше не как теперь торжествующему собору как молитвой и церкви первенцев написанных на небесах как молитвой судьи все богу как мы дальше написано молитве в господи услыши меня и к духам праведников достигших совершенства не к праведникам а к духам праведников в родительном падеже которые принадлежали то есть они на небе и мы молимся святые молите бога о нас мы приступили я разговариваю я миссионер с разными сектантами я говорю а вы как приступили они никак не приступили а как приступить вариант один а к богу ну к богу тут молитва так вот все это написано молитве и ходатай нового завета иисуса его же нет рядом как молитвы господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного я приступил к нему до воззови ко мне я услышу тебя так вот мы приступили к ним и поэтому изображение они живые изображения у нас храме у нас храм по образу небесного а у сектанта по образу могильного склепа там ничего нету и вся их вера говорит как оглобля ничего на ней нету не рассветший жезл ааронов православие это красота это объем целомудрия да это так я знаю вот ваш вопрос на этом не закончился вы говорите а вот поклоняется а вот о поклонении не написано прямо ни одного слова но написано повергался а моисей перед ковчегом а вот тут уже уже дальше сказать все ветхозаветнее было тенью будущих благ павел пишет колоссиным тенью все ветхозаветное прообразовала если говорят нам не нужен ветхий завет это богохульники там в откровениях есть когда иван богослов упал на колени перед ангелом а он говорит мол типа не кланяйся мне не забудьте потом я сначала закончу это потом это все сектанты это узость он берет одно место а в других местах где кланялись а там таких мест я могу назвать десятки везде ангелы принимали только в одном месте не принято в одном сектанты за это ухватились почему а нету обширности у православных библия толкуется так что ни одно место другому не противоречит нигде а у них одно место вырвал суббота все субботники вырвал имя егова и гависта дальше не смотрят он не понимает баптисты вырвали что крещение надо он не понимает что крещение прообразовано было обрезание обрезание восьмидневном возрасте ребенок не понимал ничего входил в завет господень поэтому мы и крестим детей-то ветхозаветнее я спрашиваю ягненок что обозначал ну евангелие от яна 1 29 и он говорит вот агнец божий берет на себя грех мира если ты не знаешь что такое ягненок ветхом завете в жертву за грех то ты не поймешь эти слова и она крестителя ахри а ягненка приносили жертву конечно а где ну жертв у них был это все понимает правильно а христос агнец да а его принесли в жертву да в жертву благоуханную написано а где его остановились где положили на крест теперь крест жертвенник да ветхом завете смотрим 30 глава исход и говорится жертвенник освещайте 7 дней и всякий кто к нему прикоснется осветиться который ягнящей кровью покраплен был и осветится человек как не осветиться тот который приказ прикасается к новозаветному жертвеннику который пропитан кровью агнца божественного они ничего не понимают я говорю а вы видели что вот там в ветхом завете были скрижали ну да они на что указывали они не знают я гря они называются словом словом божиим правильно он тут соглашаются но правильно а где это хранилось ковчеге если слово было богом и слова есть бог первая глава 1 стихи евангелия от яна это христос где он был в очреве девы марии ковчег указывал на деву марию а почему так решили а мне решать не надо другого и объяснения нету а к нему как нужно было относиться с благоговением 5 глава 1 книга царств когда возвращался из плена ковчег то жители бессомиса жали поле и они решили посмотреть подошли заглянули отошли они не плевались они не баптисты были они не пинали его но бог убил из них сразу 50 тысяч и 70 человек бог имя которому любовь я спрашиваю за что за неблагоговейное отношение к ковчегу а вы божью матерь касайтесь говорите у нее дети были ваша участь будет страшнее понимаете все в священном писании разъясняется в духе святом они не понимают они не просвещенные знанием у них нет учителей а господь говорит поставил во первых апостолами во вторых пророками в трех этих учителями говорю а кто у вас учителя но апостол апостолы в первом они не знают у них 17 века то мартин лютер а у нас первом веке игнати богоносец 2 ирине ильонский я насчитал жития святых 12 томов симфонию составил я могу перечислить в каком веке сколько святых которые канонизированы мы можем сказать что так верили в первом втором третьем четвертом пятом десятом уже первом веке было крестное знамение уже было имя православный уже тогда было я это докажу ссылаясь на определенное правило канона когда уже произносилось я слишком много этими вопросами занимался потому что я миссионер и сектанты мои вот так сразу становятся и сколько из них пришло стали православными батюшками доку нас вообще не понимают не понимают они как толкует а пища нас не приближает и не отдаляет то есть можем есть что хотим а где написано да написано где чё не знаете что я знаю где 1 коринф восьмая глава где написано что не отдаляет они открывают пища нас не приближает так а где же не отдаляет петя у тебя как написано у меня так как же братья нам говорят что не отдаляет я говорю отдаляет из-за пищи адам вывалился первое искушение христу было камни сделай хлебами и нельзя будет не продать не купить это не ботинки хлеб антихрист будет это пища отдаляет от бога почему дьявол покоряется постом и молитвой побеждается постом и когда мы когда мы не едим говорит ничего не теряем не приобретаем а что приобретаем и деньги потеряли не едим ли ничего не теряем сейчас есть свет включу а то совсем потемнело уже немножко светлее будет когда мы не едим и много приобретаем мы делаемся крепким духом это я уже как вам беседу с сектантами но поклонение иконам прямо это не сказано образом так назовем но однако он повергался перед ковчегом где были два херувима он поклонялся всему что здесь есть хорошо давайте подведем итог все-таки вот этого заповеди все-таки вот коротко если сказать что имел бог в виду когда он говорил не создайте изображение не поклоняйтесь им если вот просто для ума не шибко знающего библию как бы вы бы сказали по частям чтобы людей держать при боге иегове при нем чтобы люди не уклонились выдало поклонство вот поэтому и сказано было не сделай изображение но делалось исключение для херувима не делай того что на земле внизу но я давай говорю давайте вот я вас не хочу обидеть но как бы вы у меня студент я спрашиваю скажите что на земле и студенты мне отвечают на земле что растительность цветы деревья животное но животное бывает травоядное млекопитающие и бывает птицы рыба это другое уже там написано ниже земли в воде написал я все переписал скажите можно это делать нельзя но там же в этой главе написано не делай что на земле на небе мы разобрали тут делать можно а что на земле а вот теперь открываемая там кажется пятая седьмая глава первой книги царств соломон строит по повелению божию и написано что море было поставлено 12 быков задами туда как нутро а наружу не сделать ника что на земле а быки то на земле сделали сделал львов даже то нечистое животное сделал пальмы сделал виноградная кисть это все в храме так это он что делал не по повелению божий ты слушай дальше и и когда священники стали молиться написано слава несравненного бога наполнила храм и они не могли стоять то есть богу это было так угодно что он обещал на этом месте слышать по молитве соломона кто придет да как было не сделать не сделать кто что уводит а вот здесь перед ними не поклонялись не поклонялись но они были и поэтому слова не сделай имело смысл чтобы не поклонялись быку апису египетскому другим божествам какие виде зверя были там мало бог мордук и другие вот что бог не может сказать а в 25 главе забыть мы считаем сделай изображение золото двух херувимов это прямое повеление было прямое сектанты сразу как будто 25 не существует а это ветхий завет ягра вы берете 20 главу это разве не ветхий завет а они скуда умные хорошо у меня следующий вопрос вот возникает по ходу ваших слов вот смотрите читаю марка глава 9 и сказал им истинно говорю вам есть некоторые из стоящих здесь которые не вкусят смерти как уже увидят царствие божие пришедшие в силе скажите как это получается еще не умершие увидят царстве а 2 2 считайте 2 2 стихи это ответ во втором стихе да и по прошествии дней шести взял иисус петра якова и иоанна и возвел на гору высокую особо и особо они их их одних особо их одних почему город особо их одних и преобразился пред ними все вот это царство и есть а не ну и вот я я и вот именно здесь и говорит приблизилось царство небесное христос говорит а где покаялась потому что царь пришел а где царь там и царство и вот он сказал есть некоторые из вас а кто трое и вот он дальше иисус взял петра якова и она это трое некоторые которые уже увидят царствие божие пришедшие в силе и они увидели это то есть я потом почему вас спрашиваю не констатацию факта а именно получается что царствие божие можно видеть не умершую еще да написано царствие божие это не пища питье правильность мира и радость во святом духе вот это имеете вы уже но это смотреть надо послание апостола павла к римлянам царствие божие не пищи питье а они-то понимали справа слева сядут министрами будут получать у них а но нет именно внутри тебя царствие божие приблизилась то есть это это можно трактовать так что и сегодня некоторые люди еще не умею не умеревши могут достичь видения царствия божия именно так это серафим царовский достиг вот я об этом и просто хотел акцентировать внимание и убедиться из ваших уст что это так но второй стих и говорит что и слово и означает продолжение предложения первое потому что многие люди именно думаю так вот я тоже солидарен с этим что царствие божие можно видеть при жизни здесь сейчас она начинается союза и я вот что хочу сказать но со совершенно с условием определенным условием но люди думают большинство что вообще это только тогда когда надо надо умереть прежде это мнение людей не будем повторять это неправильно заблуждение вот они конкретно увидели если мы смотрим блаженного филакта толкование он прямо все это разъясняет вот у меня трехтомник выпущен я его выпустил по обложенному афеофилакту по все по восьми параметрам он самый лучший за 2000 лет полностью новый завет с толкованием откровения по всем святым отцам трехтомник три тома я показываю его я вот знаете вот эти томники жестоко понаписали вот лично я считаю что вот я у меня есть внутренний опыт духовный да и моей жены есть внутренний опыт духовный когда моя жена увидела как вот 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 это я говорю царствие божие да но у нее был это случай как такое она когда пришла в себя она сказала боже как все это просто понимаете вот это восхищение простоты божии вот это вот я не только с ее уст слышал много еще потом читал в житие святых и слышал других людей что бог это очень просто а люди вот сложно до слова со уберите два две буквы получится ложно сложно да придумывает эту ложь бог прост и наш мозг настолько изощренный он не позволяет постичь эту простоту божию вот это вот нет не простоту в нашем понимании что это так все типа как вот вот какая-то вот необыкновенно но не живая необыкновенная простота вот богоустройство вот это не знаю как это объяснить поэтому вот эти сейчас вернусь к этим книгам которые томами пишут 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 понимаете их уже и никто не читает и забывает о чем пишут уже столько понаписали я считаю это много и не нужно много писать вы не поняли маленько это блаженный феофилакт он берет из святых отцов в 11 веке был архиепископ болгарский это самое лучшее толкование нового завета он еще не пишет ему бог открыл это учителя по повелению божию это не книги какие-то книги которые от первых веков идут люди которые сегодня заблуждаются рождаются секты которых насчитывается 21 тысяча разных причина не в библии а в толковании библия до 1 у всех а толкование должно быть только как шестой вселенский собор девятнадцатое правило не вопреки святым отцам я сказал что вот это выпущенный который выпустили трехтомник а он доходил блаженный феофилакт открыл до откровения откровения не было мы издали его вместе с откровением по всем святым отцам начиная четвертого века каждый стих истолкованный каждый поэтому у нас эти книги заказывают там и сектанты каких только не было я не знаю даже название откуда я эти книги издал и проехал во все библиотеки подарил они в москве в библиотеке лейна в парламентской исторической только в москве называю в киеве в харькове в одессе я везде подарил и люди приходят оттуда пишут они сидят и теперь видят и прямо через книги приходит православие сектанты пресвятера баптистки а там другие которые начинают читать книги эти толкования они в один день порывается сектантством и делается батюшками православия московской патриархии без этого нельзя никак книги которые пишут люди мы их не знаем много они пишут действительно ложь это не ложь это в духе святом на этих книгах воспитывались все святые учителя и подвижники иначе мы так можем под сомнение евангелие поставить а почему четыре а почему не евангелие от иуда от фомы василиска святые так установили канон ладикийский так утвердил апостольское правило 85 какие книги канонические сектанты которые отрицают соборы я их спрашиваю а как вы узнали что эти книги канонические они не могут ответить как святые отцы на соборе установили евангелие было около 20 разных и есть такое предание это предание что не положили на все на алта в алтаре на престол опечатали и стали молиться и когда открыли пришли на следующий день все лежат на полу а 4 матфея марка лукьяна так и остались профессор марстанковский владимир филимонович говорит если бы даже это и не так потому что мы не можем утверждать но наше сознание оставила бы только четыре евангелия считаем евангелие от фомы написано что христос был одного возраста с иудой и когда они были маленькими там лет по пять христос и иуда делали жаворонки голубей и когда христовы лучше получались то там написано то иуда соскакил и топтал и он тогда их подбрасывал они махали крыльями и летели садились говорится почему это не может быть потому что в кане галилейская впервые господь положил начало чудесам а тут получается пятилетнем возрасте церковь забраковала их смотрели очень тщательно а так много книг на книг много 12 томов и она златоуста это полное толкование и ветхого завета и нового что сохранилось я его насчитывал на пленку то время нельзя было печатать и распространял по всему миру все 12 томов это по 850 страниц каждый том полное толкование а можно лучше столковать пока никому не удавалось это был самый плодовитый отец церкви каждое слово высвечивал он в каждой проповеди примерно по 70 ссылок делал на священное писание меня бог не обделил памятью я библию считаю 53 года я все время поражаюсь как он мог тогда когда симфонии поисковиков не было как он мог находить это знание было не наше понимаете люди много на себя берут сегодня это не надо вот допустим перевод русской библии синодальной вы сейчас читали по синодальному а сейчас новые переводы касьяна новый перевод там всемирный у яговистов сергея веринцева ни к какому не прислоняюсь и всех прошу не делать этого наш перевод один из самых лучших в мире его делали 4 духовной академии у меня есть записи аудио я беседую с александром менем вы слышали такого да конечно и вот он еврей еврей природный чистопородный и у него знание энциклопедические и мы сидим с ним беседом это все в аудио можно послушать и в книге я говорю скажите вот один из самых знаменитых переводчиков ветхого завета хвольстан давид авраамович это крещённый еврей доктор там филологического университета в рейссиге он потом преподавал в академии вы могли бы так переводить а он работает с оригиналами александр меня смеялся горит нет конечно нет он не переоценивает у него столько ума что хватило понять что я не могу равняться с ним вот герасим петрович павский он переводит псалтырь евангелие от матфея это его перевод что читали это его вот а кто он такой воспитатель царских детей преподаватель духовной академии он пишет учебники для и шивотов для еврейских школ для школ писать учебники это филолог высшего класса должен быть сейчас и сейчас много этого пишут писателей много надо смотреть мне не знать то что сказали нам святые отцы это значит уклониться в ересь много много всего есть вы просили напомнить о том там как вот на коленях в откровении стоял я поясняю если брать во всем писание допустим ангел сказал не поклоняйтесь а почему не поклоняйся то если ветхом завете мы видим поклонялись авраам увидел ангелов поклонился лицом до земли и везде мы считаем маной поклонился а почему здесь один раз только в библии не может быть чтобы анги ангел может кланяться другому нельзя значит чего-то мы недопонимаем или там или здесь оказывается перед этим неоднократно являлся сам господь христос в виде ангела а где-то известно малахия 3 глава 1 стих ангелом кто такие ангел ангелы это духовное существо на небе святые ангелами называется падшие демоны ангелами ангелами называется люди живущие в ангельский и ангелом называется сам христос малахия 3 глава 1 стих я записал вот потом посмотрите и вот когда а вот там все это меняется кадры у него это вдоль я был в духе он в духе был не телом в день воскресный то и он видел однажды второй раз видит и ангелы является 7 потом опять христос виде ангела и тут он поклонился ангелу как богу только одно почему я тебе сослужитель то есть я я не бог я тебе сослужитель иначе бы эти слова не надо было говорить я и так знаю что ангелы служители то есть он его принял за бога вот теперь все стало на место такой почести не принимает допустим а вот петр когда заходил к корнилию и поклонился он говорит не делай этого я тоже человек заметьте похоже я тоже сослужитель я тоже человек то есть людям когда кланялись пророки поклонились или сею сыны пророческой он принял заходит мать вирсавия кланяется соломону он принял и везде поклонение а люди друг от друга принимают а один раз только не приняты и сектанты уже не хватается все больше нельзя а вы поклоняетесь батюшки в ноги они сектанты это узость через танковую щель а почему петр не принял очень просто он говорит корнилий нам важно корнилия узнать как он думал корнилий был из язычников это был не еврей и вот он молится его горит молитвы милостыни пришли перед богом и ему является ангел и говорит пошли в иопию призови петра который скажет тебе слова которыми ты спасешься он как язычник думает так а почему он сам не сказал ангел то эти слова знает а почему не сказал это мы уже можем теперь проиграть эту картину значит тот кто придет это это не просто ангел он выше его а разве можно было человека боготворить да очень просто на острове мирит когда павла ехидна на руке повесла и он не умер они тут же стали ему приносить жертву боги в образе человеческом сошли это неоднократно было там написано ли в колонии когда они были этого стали считать ермием а другого там зевсом быков потащили они кричат мы тоже человеке они горят боги в образом человеческим сошлись и корнилий принял его за бога и поклонился ему как богу как богу почему он говорит я тоже человек я сказать я не бог я человек вот теперь стало все на место то есть человеку можно кланяться знаешь что это человек вот у японцев там хорошо и шкала работа на кому как кланяться матери отцу так императору или до земли начальнику рукой пол достать а у нас ничего этого нету у нас дорога и дорога у них дорога 5 значений имеет вот спасибо я вам скину две ссылки на видео вы посмотрите вопрос сейчас скажу я какой первый первая ссылка называется человек киборг приехал в москву сейчас скажу коротко и четвероногий робот демонстрация четверо четвероногого робота это вы сейчас увидите он скину потом у вас будет время сколько чего в чем да я расскажу вот про что почему я вам эти ссылки даю потому что робот этот человек который приехал в москву с британии и он демонстрирует руку которая он инвалид и ему сделали руку ну как сок робота можно сказать такой мин металлическую мне что это насторожило вроде бы ничего до такого управляется рука мыслью уже мыслью он подумал и рука сжалась вот так это делается и он там показывает это демонстрирует простой мужик приехал рекламу делать этой руки в москву для чего у меня есть собственное мнение насчет этого и к чему я это вам говорю к вот этому месту откровения где пишется и не сможете не покупать и не продавать близится время когда роботы будут продаваться как компьютера это будет я так полагаю лет через 20 уже как вот будут ходить магазин и покупать сначала какие-то роботы для кухни для дома соответственно то что вот сейчас вы увидите в этих двух роликах это конечно то что показали а то что таится в секретных лабораториях это только можно представить если мы уже видим что мысли можно управлять а значит зам в мысли можно закачать любую информацию вот я чем вот эти сотовые телефоны наверняка уже там есть прислонил он типа разговаривает а ему уже мысли управляют понимаете команды дают вот это вся технология уже существует и мы близимся к новой эре поэтому вернусь опять к вопросу не сможем мы не покупать а не продавать как вы это понимаете я сначала об этих киборга сказать да верьте вот тому что там они показывают дело в том что вот александра исаевича сложеницына книга экранизирована в круге первом вам не пришлось посмотреть нет пока но там смысл такой они сидят и им там дают задание определить по голосу какому человеку это принадлежит один там созвонил в американское посольство ну то есть важную государственную тайну выдал им надо найти кто это сказал и вот они заранее уже договариваются ну и дает им вот вы это слово сейчас там это скажите там или как-то там напишите и узнают ваккубюлатор называется они заранее договорились эти перемегнулись только и все делается генералы стоят ничего не понимают ну какое-то слово и он не знает он вот например вот такое я не тут выходит оттуда и дальше показывает как мысль не дано считать никому это обман мысль не к ни один человек считать не может это только который предается сатане он и может или господь когда открывает никто не знает что человеке кроме духа человеческого . все все никто не знает вот меня спрашивают скажите а вот у баптистов есть нет дух святой вопросы какие задают сидят православные батюшки они меня искушают все время я говорю конечно есть как докажет сектанты вы сами говорите что вне церкви нет спасения но это один вопрос вы вопрос задали другой а почему написано никто не может назвать иисуса господом как только духом святым баптисты сидят у меня у меня тут сидят разные разные университете я говорю скажите баптисты есть есть вы признаете иисуса господом да как вы признали его я поверил я говорю вот это дух святой сделал но они засохли на первой ступеньке они дальше не идут а нужно отвергнуться самих себя вычистить все и вложить то что бог дает вот этот первый шаг они сделали под влиянием духа святого а дальше они могут давно уже покинутые быть весь ответ на остальное у нас нет указания признание иисуса господом только через дух святой без духа святого а если мусульманин его признают дух святой и вот и здесь никто не знает что в человеке кроме духа человеческого живущего в нем все ни один киборг не знает он заранее это сделал у него программа там заложена и он говорит я сейчас вот подумаю а у него а вы скажите я сейчас подумаю и в это выразите мою мысль я бы так вот если бы который хозяин киборга был слушай внимательно вот какого-то у вольфанга мессинга было вот тут действительно это сатана только подсказывает он говорит к такому-то человеку подойди в зале сидит вытащи него из кармана папирос и раскроши ему на голову а то профессор стоит сидит вот это же самое я подошел и сказал сделайте так чтобы робот робот поднял вот так руку потом резко развернул назад и в затылке посарапал в атаку да почесал русский мужик затылки ему этого не сделать там не заложено и шахматы играет только те партии которые заложены один ход не туда сделали киборг рассыпался совершенно верно совершенно верно что туда программу вкладывает человек это определенном порядке говорит а это никакого отношения не имеет он определенной точки может нажимать теперь не продать не купить киборги никакого отношения не имеют это выдумка не надо фантазировать будет только так очень внимательно дослушать сейчас боятся биопаспортов и ннн там до чего только не боятся но действительно это приближает это все так но это не печать антихриста не может быть печать раньше антихриста его еще нету а печать это означает первую очередь никто не знает из святых отцов будет это печать видимо или невидимо только будет компьютер считывать его никто не знает одни понимали так другие так андрей кисарин подокийский считал что видимой будет а ефрем допустим считает невидимой будет а он может быть и невидимой и видимой вот так и церковь приняла а теперь принимать говорит когда ты будешь указ а тебе не зримо лазером нанесут и ты знать не будешь это басня принимает печать только тот кто скажет от сердца я в христа не верю а вот этого который в иерусалимском храме который машах еврейский придется я его признаю за бога он сядет в храме как бог вот это печать теперь я тебе запечатлел но сказано что все поверят антихристов не все не все остальным говорит нельзя продать купить продать нельзя так как надо на прочитать надо это место откровение это слово все означает многие многие а тогда о ком говорится то а кто тогда убитый будет и дано ему было вести войну со святыми а где они святы это которые не приняли и в дано победить это единственная религия которая говорит о своей кончине вы это найдете действительно всем племенам это означает во всяком племени такие люди будут я как-то так прочитал что не будет ни одного человека который не поверит зверю нет и многие написано из праха земного восстанут так многие ли все все а все это означает много на на это истолковано еще перечитать в одном евангелиста написано и вы вышли из гробов два бесноватых а другой пишет один так один или 22 а почему другой пишет он выделил более ярого более я надо мы идем я я рассказываю здесь мы сейчас игру по городу шли кто шел но стал парень наш брат и говорит мы шли я говорю расскажи как мы шли дорогой вот этот промежуток после поворота с проспекта но мы шли тут встретил три человека и вот вы с ними не что-то говорили я так и не поняла чем говорили а еще что-то больше ничего не было а я рассказал я сейчас шел друга встретил так одного встретил я выделил его потому что он мне нужен остальных я не знаю а он никого не знает он сама трое было вот и все это не значит это это не разномыслие разночтение вот к марии бегает однако это когда было темно а другая говорит при расцвете а третье говорит когда взошло солнце да когда было она три раза бегала так вот как-то это мне определили что такое не купить не продать это означает у кого пищать и нету а денежная система будет исключена и этот компьютер у тебя там где указ и высветит у тебя нет пищать и сразу же сигнал все остановить потому что это чужой человек и все не продать и не купить и все будут взяты под расписку если ты взял ну норма выдается на один день и ты никому не имеешь права помочь как было в годы советской власти и раскулачивания если кто кому помог и тебя туда же толкать в мешок будет вот она как как ты поможешь если деньги все находятся в чипе деньги не ну как говорится они показывают что у тебя как сейчас у меня карточка есть я подошел сунул взял деньги все а это будет в одном чипе все данные твои на нато я и говорю что тут помочь нельзя будет никому никак вот в америке уже сейчас есть так сколько нужно человеку 35 кустов помидоров 36 приходит и вырывают не имеешь права садить сейчас трое приходят даже у них из америки пишут трое вместе собрались кто-то сказал они собрались сидим у нас не ребятишек никого нету все пожилые а чем вы занимаетесь добеседуем а почему библия на столе но мы библии считаем это противозаконно не имеете права это свободная америка сегодня нам надо бога благодарить что у нас такая свобода которая никогда в мире не было ни в одном государстве да это с россия еще пока осталось самой свободной страной но это мало под не понимают этого не проклинать надо правительство а молиться за них чтобы бог вразумил и чтобы умные законы принимали да это так есть знакомые в других государствах но то что там творится с налогами то что там творится люди как всегда соблазняются какими-то вещами странно все наша страна самая свободная она осталась такой я думаю она будет такой сейчас многое конечно не уже отняли но я-то смело говорил вот когда в занятия вел везде и что такой свободы в россии никогда не было и про другие государства многое может и не знаем мы но такой не было говори что хочешь залазь на крышу на березу куда хочешь и свидетельствуй но представьте себе что я издаю самостоятельно без цензора 38 книг это не не просто так книги которые показывают библиотеки путина стоят это это не просто книги а так книги основаны на священном писании в каждой книге три тысячи ссылок на святую библию прям преподаю во всех отделах милиции на на радио по телевидению это немыслимо даже мне слова да не давали единственную свободу имел когда в тюрьме сидел вот там я был свободен я хочу вернуться сейчас опять к откровению и насчет этого чипа и насчет этих денег вы понимаете вот сегодня мы недооцениваем зависимости от денег мы как бы вот интуитивно понимаем зависимость от денег а практически мы недопонимаем что когда нас не будет налички никто не захочет не подключиться к этому зверю потому что это значит за квартиру нельзя заплатить это значит что школу детей нельзя водить это значит отключение от жизни полностью поэтому все примут этот чип потому что жить надо будет как-то деньги нужны есть фильм 6 называется запишите если не видели 6 поскольку это воцарение антихриста когда все будут защипированы 6 вот такое название и как за ними будут гонять и как уничтожать очень похоже близко к этому ну вот в москве бываете когда иногда вот там есть храм христа спасителя от него на на другой стороне по мосту только переходишь и прям рядом там от храма христа спасителя метров 250 храм никола на берсеневке называется и там у меня отец кирилл сахаров игумен московская патриархат я когда бываю там всегда в храме проповедую него и вот он единственный храм на всю москву который не принял нн и вот он когда их там начинают зажимают просто невозможно он звонит ну что дальше делать я знаю это не печать антихриста но если можете поупирайтесь еще вы нам пример даете пример мужественного стояния я не по сегодняшний день так и приняли ну вот даже здесь казалось бы какой-то и ннн ты не не принял и такие проблемы создаются а тут кошелек деньги что люди смогут без них ничего потому вот это мирове мировое правительство она и есть потому что она руководит деньгами это же всем известно сша это перелом был когда эти богатеи взяли власть печатный станок взяли и мне нужно больше ничего они управляют деньгами до сих пор поэтому я думаю что ой как мало людей не подпишется под 66 666 в деревне у нас мы строим с нуля православной деревне ну разве что в деревне вы сможете на все равно соль вам нужна нужно вам нужны все равно какие-то вещи из цивилизации мне так воды сейчас вот они дадут в городе ты и верхние этажи туалетные за зальет все нечистотами нечистотой внизу а у нас это свободно свой туалет свой колодец своя пшеница своя гречка растет все свое растет у нас земли 180 гектаров без цивилизации без технологии эти люди не защищены вообще ничем это как животное их могут убить и они нигде даже зарегистрированы не будут они никому не нужно надеемся мы на бога надеемся вот уже 23 года мы живем 23 это нет ну да и крапивы лопатой вскопали в участок и так дальше но сейчас вы поймите всего сегодня не то время еще чтобы это вы можете еще вы сообщаетесь цивилизации пользуетесь интернетом проплаченным а тогда у вас не будет ничего вообще ничего потому что день короткая три с половиной года ради избранных нити сократятся возможно ну два месяца и все окончилось такая реальность будет ага спасибо вам за все эти ответы вот так просто вопросы возникают по 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 ходу чтения по ходу этот я тогда друзья есть ну да есть будет желание встретиться вы можете прийти не один вопросы приготовьте но не раньше чем через две недели примерно примерно в это время как вы пришли сейчас я посмотрю до маленько пораньше нужно будет хотя бы на часок потому что у нас уже десятый час это время молитвы уже начинается вот мы живем особой жизнью нам радостно весело и нам бог так дал что мы ни от кого независимая совершенно слава богу у нас деревне все учителя верующие лучше детей не воспитать чем у нас все верующие слава богу и все православные брат у меня протоиерей первым делом и храм построили себе получить вот вот смотрите его слушая знаю про вас я знаю на моем сайте ваша страничка есть я там ваши контакты все разместил все это я знаю про вас давно знаю про вас и давно и даже спрашивал так и инкогнито кое-какие вопросы уже давно еще можно много лет назад вопрос такой вот я слушаю вас и вот возник вопрос вы создаете вот такую собственную жизнь да и у меня сразу другое возникает вы же это люди которые вот есть государство как бы правильно вопрос то поставить даже не знаю есть государство и она вот видите как она тужится и и и старается защитить рубежи свои от какой-то инспансии да от нападения какого-то она удерживает это все сдерживает вот это вот зло можно так сказать чтобы не стать рабами попроси я удерживаю стояла и вот такие поселения есть еще эйко поселения они тоже меня на эту мысль наводят да люди праведные люди как божьи люди но надо быть еще и немного патриотом надо владеть технологиями чтобы защититься надо защищать свою родину и вот эти вещи как-то вот не находят во мне как бы согласия жить отдельным селом отдельным таким маленьким государством в том государстве которое нуждается в людях которые бы могли патриотах которые могли бы защитить эту страну вот как то вот так вот то есть вот в этом звучит патриотизм сегодня патриот везде его это один из главных идолов мешающий жить со христом патриотизм я привожу из тихого дона шолоха говорит от каждого червивого котелка за версту воняет патриотизмом это последнее убежище негодяев но что сделает напротив 110 дивизий самых современных китайских одна развернутая в россии еще не понятно это не кто-то полковник ивашов пишет генерал-полковник что смеяться то на против каждой ракеты которая в россии есть тройной щит чтобы она даже не поднялась и все будет разбомблено и москва сгорит в течение одного часа на нее еще давным-давно приготовлено 9 атомных бомб это пустой разговор ничего нет мусульманское население полностью меняет мир историю и в этом году могут россию расчинить по частям и с этим надо согласиться когда персидское царство исчезала были бунтари но написано вышел из моря овен овен баран и подал налево направо не было равных и вдруг из моря выходит козел и он разбежался ударил это александр македонский и победил персидского царя и дальше что было уже предсказан это занаряжена уже ничего нельзя москва это блудница она будет разорвана на части и и вы ничего не сделаете а как же защищать не надо защищать надо богу довериться вот я сейчас сижу и вдруг очередь по окна по окну шарахнули заходят китайцы 50 человек а у меня в руках ничего нет взявший меч от меча погибнет а я молюсь богу я был в пяти тюрьмах прошел на моих глазах убивали людей я видел я самый беззащитный но меня никто пальцем не тронул да мне трудно было в том смысле что сам льготы какие-то передачки мне ничего не приходило этого нельзя было мгб вело меня московское кгб но когда началось началась эта мясорубка начали там вырубать все меня сразу подходит и говорят вот приезжал видели гражданский который вас вызывал да это из жамбула и сказал не трогать и поэтому вас никто не тронет меня сразу говорят идите в красный уголок а он бывает залитый на уровне головы вот так кровью все идите там журналы посчитайте а тут без меня творится расправа но вот наступила ночь объявлено ложатся все спать в туалет сходить только через два часа ходить только в подштанниках только легли спать отбой там попробует идут щеренская щерняки от лопат ими руководят тебя ухаживать будут так ложиться я сразу подошел и сказал я не лягу спать а почему вечернюю молитву я должен совершить я на работе был здесь вас никто не разрешит я говорю я вам сказал больше ничего не скажу не знаю идут офицеры с фонариками я стою тут пилястры около нее стал стою молюсь они прошли меня не видят до того удивился бригадир они вас не видят и не видят и завтра и послезавтра все убедились у меня шапка невидимка а у меня не шапка невидимка мой бог меня прикрывает это у григория чудотворца было когда они с дьяконом в одной деревне были и говорят войска императора охватывают со всех сторон ну как вот щеченское село то но они рядом холм они решили пойти спокойно пошли люди видят ну зашли а дальше спускаться он говорит давай поднимем руки будем молиться ну забежали такие есть есть где они вот сюда пошли показали ну войны сразу туда подошли около них стоят рядом постояли все осмотрели нигде не вернулись готовы два дерева какие-то стоят сухие говорит по два стучка у каждого дерева а у них еще поднятые руки бог скрывает то есть это не наша война это не наша война написано кто ведет в плен в плен пойдет я мог бы защищать я с малых лет готовился террористом быть для меня ружье это все равно что ручку вот карандаш держать я уже с пяти лет с ружьем так обращался мой конец когда меня бог призвал как савла я понял мне не коммунистов убивать я для этого готовился а самого себя подставить и моя жизнь изменилась мгновенно вот и все должна быть встреча со христом и тогда я отдаю себя в защиту его и он мой щит и истина и ограждение я не ничего не смогут сделать вот у меня все конфисковали ну конфискации имущества не было вот так я же фонотеку меня 15 магнитофонов маяк 205 это самые современные были вот я же буквально наполнил 50 книг аудио насчитала по всей стране распространял и архипелаг гулаг и амазонство 14 лет этой теме отдал и когда вернулся реабилитирован был я начал судиться 11 лет шел суд суд принимает решение в москве верховный суд что все правильно ничего мне не положено не вдруг президент отменяет а представитель краевого суда он генерал-майор пашков он готов первый случай моей практике чтобы по гражданскому делу президент отменял решение и заданного заново я его выиграл процесс вот дом я сижу это мне возмещение ущерба общий счет у меня был 11 миллиардов ну конечно я я вижу вижу что вы как раз в 11 миллиардах сидите они не могли рассчитать и поэтому два дома мне дали они такие вообще в одном мы молимся в другом вот я сижу здесь это бог взял так живете как 6 как шейф да ну да люди которые там в президиуме я их никак не найду теперь имею желание отблагодарить ну как книги подарить новый завет вот ну пока не найду никак не все правильно вы говорите я на себе тоже такое чувствовал многие люди такое чувствовали на себе на который воевать нам не надо но мы молимся молимся у меня есть материал в книге к истинному православию я этот материал 40 лет собирал 40 лет не дней вы говорите много книг эта книга примерно четыреста двадцатого года когда умер ироним средонский таких книг не было они написаны без пригляда что такое но я не крещение это все абсолютно там высказано и все это все каноны все места все житья все там выписано все а жития это 1173 биографии я здесь показываю откуда что взято его нельзя никак они опровергнуть ничего нету она меня больше всего нападение за этой книги почему они попы ничего не хотят делать и сектанты я же с ними все знаю не могут понять как вы можете находиться в православии если вы все понимаете библию знаете как да так что я нахожусь в церкви а вы вне церкви где нет рукоположенных пастыря от епископата а ты после своих времен хератонии непрерывно там нет церкви там секта а почему я скажу вам для засыпки числа 16 глава запишите себе это самый смертельный пункт для всех сектантов числа 16 глава это единственный раз когда люди живьем сошли в ад живьем женами с детьми шатрами за что за отделение церкви страшнее этого греха нет поэтому держись за православную церковь никакой мысли не допускает айти или что-то да нет это был последняя точка куда я пришел я прошел большой такой путь изучения всего да ну как бы я не помню я даже не помню себя все время искал это то есть с детства самого я искал какие-то искал и это было конечно . куда я пришел и я почувствовал что здесь бог что здесь есть благодать не надо смотреть ни на что мы должны трудиться вот они не кресят правильно я от руки перепечатал на печатной машинке рассылал архиереем ездили сейчас во многих местах строят купели не хотели идти на миссию сейчас патриарх кирилл призываешь в каждой епархии в каждой в каждом приходе были миссионеры и наших уже сейчас приглашали они ездили там проповедовали а до этого слушать не хотели у нас опыт у нас огромный опыт мы 450 городов и сел проехали ну начале с находки порт плодивосток и закончили лиссабоном нашим вашей деянии делаем не по принуждению не по страху а по любви и мы видим плоды все спасибо вам сейчас буду изучать дальше спаси господи